Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим, и добро пожаловать к королевству простых и практичных рецептов. Сегодня мы готовим, ну, поистине простенько, поистине вкусненько и, в общем, практично. Сегодня куриная грудка в соусе, типа бешамель, ну, такой овощной у нас будет бешамель. И все это запеченное, и все это с гарниром. Короче, нормальный, классный ужин. Давайте начнем. На гарнир у нас будет картошечка, молодая, чистая, в кожуре. Я так ее и оставляю, просто разрезаю пополам, чтобы было удобнее потом выложить в форму. Что-то можно и срезать, потому что, смотрите, она некоторая стремная. Я перед запеканием картошку, ну, как-то так привык уже немножко подваривать, потому что всегда есть вероятность, что она не дозапечется. У нас куриная грудка, которая будет запекаться, ну, 20 минут, это, типа, максималочка. И за 20 минут картошка может не пропечься, поэтому я чуть-чуть подварю до полуготовности. Буквально минут 7-10. Складываем просто в водичку и ставим на огонь. Накрываем крышкой и пускай кипит минут 10. Картошечку подварили сразу в холодную воду, чтобы остудить. Уточнее, не остудить, а остановить процесс варки. Я заливаю холодной водичкой. Так, картошку я немного просушу. Здесь будет довольно много лука. В шапочке, под которой мы будем запекать, будут прямо хорошие, вкусные полукольца. Какой лук-то? Что с ним? Что с ним не так сегодня? Прям только почистил, сразу ядренность пошла. Короче, пока я мучаюсь, напишите в комментах, что вы готовили сегодня или вчера на ужин. Давайте, давайте, пишем в комментах, что вы готовили. Лайки от меня сразу. Нарезаем полукольца. Довольно много лука, но мы его немножко поджарим. Я люблю карамельный лучок. Добавляем маслица и обжариваем лук. Обжарим до прозрачности. Я обжарил лучок чуть больше, чем до прозрачности. Если у меня небольшая золотинка появилась, я именно так и хочу. Вот у меня куриные грудки. И я маленькое филешко оставляю. А большие филе, причем они разные. Смотри, тут есть маленькая, странная подборочка. Обычно они в магазинах одинаковые продаются. Короче, вот это филехо я разрезаю пополам вдоль. Делается довольно просто. Теперь я немножко отобью филе для того, чтобы выровнять по плоскости. Видите, вот здесь оно толстенькое, а тут оно тоненькое. Мне его не надо делать мягким, оно и так мягкое. А просто делаю его одинаково плоским. Накрыл пленкой, чтобы просто не брызгаться тут. Я противень смазываю маслом и картошечку выкладываем на нижний слой. Картошку мы солим. Я добавляю еще паприки молотой. Я добавляю орегано. Я везде, где я готовлю с курицей, я добавляю орегано. Добавляю чеснок гранулированный. И черного перчика. Сверху еще маслица. И чуть-чуть перемешаю, чтобы со всех сторон картошечка обвалялась в этой вкусняшке. Возвращаемся к курице. Я с двух сторон солю, перчу и, в общем-то, больше ничего не делаю. Ну или можно добавить какой-нибудь сборной приправы для курицы. Сейчас, слава богу, уже натуральные приправы куриные делают. Там и куркума, и всякие вкусняшки. С другой стороны я специи добавлю уже после. Прямо вот так вот накрываем картофан. Подожди, если я вот так вот переделаю. Оптимизирую пространство. И маленькая худенькая грудка вот здесь сбоку. С другой стороны чуть-чуть соли. Немного перца. Выкладываем наш лучок. У нас такое типа мясо по-французски получается. Курица по-французски. Вообще, честно скажу, что надо было использовать три луковицы, потому что я хотел чуть больше по объему лука, чем у меня получилось. Но вы используете три. Тогда будет кайфово. И на этом самом этапе многие мне скажут, чувак, ты же майонезный король, правда, самопровозглашенный. Ты майонезом залей, сыром посыпь и отправь в духовку. И не заморачивайся с соусом бешамель. Но я все-таки заморочу, потому что это немножко другие ощущения, немножко другая густота. Нет вот этого расслоившегося майонеза. Хотя я не против майонеза, запекания майонеза. Поймите меня, да? Я со многими спорю. Майонез, холодный соус, вот это все. Ребята, я с этим не согласен. Майонез это просто офигительный соус, который можно использовать где угодно. В запекании, в салатах, где хотите там использовать. Хоть в десертах. Ты сам понял, что сказал? Но тем не менее, структура майонеза после запекания и соуса бешамель после запекания, она разная. Бешамель мне по структуре нравится больше. Хотя по вкусу лучше майонеза нет ничего. В общем, делаем соус бешамель. И для соуса бешамель в кавычках он у меня, нужен будет бульончик. Вот если у вас есть бульончик, это хорошо. Если нет, то делайте классический бешамель. Это тоже будет хорошо. Давайте сначала распустим маслице сливочное. Ну, граммов 50. Добавим муки. Примерно 50 граммов. Это не что иное, как 2 такие полные ложечки. Может быть, 2,5. И вместе пообжариваем пару минут. Лучше все время мешайте, чтобы ничего не пригорало. Добавим примерно 400 миллилитров бульона. Так, постепенно. Чтоб комочков у нас не было, постепенно вмешаем. Видите, он сразу густеет. Все, больше я добавлять не буду. У меня еще сейчас будут сливки здесь. Поэтому переусердствовать не хочу. Я добавляю сливки. Друзья мои, у меня 20% жирности. Ну, в данном случае это сливки от промолад. Поэтому они такие густые. Там крахмал, что ли? Где-то 200 граммов. 200-250 граммов. Больше для цвета. Конечно, это не классический бешамель. Тут просто общий принцип, да? Загущение мукой через масло, грубо говоря. Получается вот такой вот густой соус. Который, опять-таки, наполняет всякими ароматами. Вы можете как хотите. Но посолить его стоит. Особенно, если у вас не соленый бульон. Соус в считанные минуты начинает густеть. Видите, да? Он уже такой густой. Поэтому я посолю. Добавлю, наверное, перчика. И можно там мускат добавить. Знаете, вот это все, что классическое идет в бешамель. Но в данном случае, мне кажется, это лишнее. Вот такой вот самодостаточный соус. Попробуйте и доделайте его уже по вкусу. Отличной густоты. Все как надо. Естественно, это будет запекаться. Поэтому без сыра мы тут не обойдемся. И такие блюда сыром просто не испортишь. Поэтому мы вот так вот сделаем, смотри. И вниз сырка добавим. Потом зальем все это нашим соусом. Давай, 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 давай. Вау! Соус куда надо попадет. Куда надо затечет. И останется опять-таки сверху тоже. И сверху обильно засыпаем сырком. Отправляем в духовку. 180 градусов. Ну, где-то 200 даже. Минут на 20 до красивой корочки. Ну, смотрите. Красота! Вот такое вот под запеченное блюдо получается. Бешамель, ребята. Бешамель, он хороший как раз вот своей консистенции. То, что он после запекания все равно остается, ну, видите, вот такой вот влажный как бы, да? Есть корочка и есть влажность. Это очень хорошо. Вот так довольно просто мы сделали куриную грудку и гарнир одновременно. Гарнира можно побольше, куриной грудки поменьше. Ну, то есть тут реально картошки не хватит на все, сколько мы добавили там, получается, 7, да? 7 или 5 грудок, типа. Пробуем. Ну, а это изумительно. Слушай, все-таки бешамель, конечно, красавчик. Он выручает зачастую. У нас тем более не стандартный бешамель, а, скажем так, прям бульонный, куриный. То есть он дополнительно еще и вкуса дает. С майонезом было бы тоже вкусным. Вы поймите правильно, то есть не вопрос сделать это с мазиком или со сметаной. Как угодно можете делать. Я вам предложил такой вариант, мне он нравится. Я советую повторять. А уже будьте вы повторять или нет, решать вам. В духовке курица провела 25 минут. Причем последние 5 минут, у меня есть такая возможность, не знаю, есть у вас или нет. Я включил верхний гриль и, соответственно, прям вообще, вот нормальный такой цвет получился, как я хотел. Если нету, то там 180-200 градусов, 25 минут у вас будет, может, чуть менее симпатичная корка внешне, но вкус будет все равно отменный. Курица приготовилась, все отлично. Мне нравится, я даже к картошке все никак перейти не могу. И просто вкусная картошечка. Она не подзапечена, скажем так, ну, потому что, если бы она была сверху, она бы подзапеклась, как бы, да. Это скорее такая вареная картошка со специями, которая при этом держит форму. И спросите меня, приготовилась бы она вот такими вот кусками, если бы мы ее не подварили? Скорее всего, нет, она бы осталась сырой. А сейчас она хорошо приготовленная, мягкая. Гарантированный результат, так сказать. Всем советую готовить просто. Повторяйте. Всего вам вкусного. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok